Привет, с вами Вилском, давайте сыграем в ассоциацию. Я говорю слово, а вы в комментариях пишите первое, что пришло вам в голову. Компьютер. Моя ассоциация игровой, и представляю я огромный системный блок. К чему это все? Многие люди, когда говоришь персональный компьютер, напрямую ассоциируют это понятие с Windows. Для многих вообще тождественные вещи компьютер и Windows. И это понятно, потому что огромное количество людей всю жизнь работали с этой операционной системой. Я познакомился с Windows 3.1, потому что в моем садике были компьютеры, и мы играли в матушку гусыню и рисовали мультики в каком-то редакторе. Потом была 95, 98, XP. В общем, с Windows я знаком давно. Windows 10, уже год на рынке, и к ней сейчас вышел Anniversary Update. Большое событие, действительно классное обновление, которое принесло много интересных фич. Я, несмотря на то, что в основном работаю на компьютерах Apple, с Windows постоянно соприкасаюсь. Это и Office 365, и игровой компьютер, который я использую, собственно, для игр, для стримов, и вообще это высокопроизводительная станция. Anniversary Update, сегодня посмотрим на него, но для начала давайте выясним, как поставить Windows на Mac. Всем же интересно. Это крайне просто, но тем не менее занятно. Поехали. Я, кстати, был в Редмонде, по кампусу ходил, в окна заглядывал. Из всех кампусов, кстати, Apple, Google, Microsoft самый зеленый, самый прикольный. Если вы подписаны на мой твиттер, то вы в курсе. Если нет, то подписывайтесь, ссылка в описании. Кто бы мог подумать, что я куплю Windows. Все компьютеры, которые у меня раньше были, на них предустановленная лицензия стояла. И здесь просто настолько мило. Windows с любовью из Редмонда. Парни, прямо оценил очень круто. Необычное чувство. Но приятное. Вы когда-нибудь видели анбоксинг Windows? Я, например, нет. Дарю новые ощущения, и уже за это можно поставить лайк. Коробка небольшая, я бы сказал, лаконичная, и ничего особо от нее не ждешь. Открываешь, и тут бам, нас встречает маленькое окошко. Это настолько мило. Внимание деталям, приятно. Конечно же, из этой коробки я хочу извлечь две вещи. Флешку, чтобы устанавливать Windows, и ключ, для того, чтобы впоследствии ее активировать. А также нас ждет здесь маленькая инструкция, ну, чтобы понимать, че к чему вообще. При этом покупать коробочную версию вообще не обязательно, можно все сделать на сайте Microsoft. Я так и поступил, скачал ISU файл сразу с anniversary update непосредственно на Microsoft.com. Windows на Mac ставится через приложение Bootcamp, которое по умолчанию есть уже на каждом Mac, и в целом там все занимает три простых шага. Правда, в моем случае я уже ставил Windows ранее, поэтому диск был разбит на два раздела, возвращая все, как было, в изначальную позицию, для того, чтобы Bootcamp все сделал правильно. А пока восстанавливается диск, еще расскажу, что Bootcamp этот крайне просто, вы сейчас все сами увидите, но если вдруг запутаетесь, по ссылке в описании на wilso.com найдете краткую инструкцию с тремя шагами, там уж точно не заблудитесь. Итак, у нас есть единый диск, у вас скорее всего так и будет, первый шаг, запускаем ассистент Bootcamp. Нам нужен первый пункт, создать диск установки Windows 10 или новее, и сразу второй выберется автоматически. Теперь нам нужно назначить загрузочную флешку и на нее поместить ISO файл. Учтите, что загрузочной станет та флешка, которая подключена, и когда вы нажмете продолжить, вас предупредят о том, что все будет стерто, поэтому позаботьтесь о бэкапе, я кстати флешку, которая комплектная Microsoft оставил, как реликвию что ли. Флешка, кстати, может быть всего на 8 гигабайт, и после того, как на нее все скопируется, туда же ставятся драйверы Bootcamp, нужно назначить место, сколько будет занимать, собственно, Windows. Если вы ее будете использовать как основную систему, назначаем ей больше места, если как вторую, то, ну, сколько вам надо. А дальше вполне стандартная установка, правда, этот момент для многих все равно станет шоком. Windows на Mac, это вообще возможно? Да, более чем уже давно, и пользуется спросом, что самое интересное. И это был, кстати, наш второй этап, все очень просто, запускаем установку Windows. Теперь вы знаете, что я действительно рада, что вы с нами. Опять такая милотан, что ты будешь делать? И финальный штрих, третий этап, после установки Windows сразу запустится утилита Bootcamp, которая накинет нам все нужные драйверы, перезагружаем компьютер еще раз, и вуаля, наконец-то полноценный Windows на Mac. И сразу могу оценить Anniversary Update, если просто система стала лучше во многих аспектах, что-то очень заметное, а что-то такое, тут там доделали, тут тут доработали, и это действительно ощущается через систему, особенно когда вы за ней проводите много времени. Главное, что теперь многое можно очень быстро настроить под себя, мне вот, например, крайне зашла темная тема. Windows на Mac поставили, не то чтобы очень устали, но самое время поиграть на Asus ZenBook с Core M процессором, как? Через Xbox One. Стриминг 1080p, 60 гадров в секунду, охренеть как круто, и у меня куча кейсов, как я это реально использую. Дети заняли телевизор, спят, он просто недоступен, не проблема. Взял ноутбук, отправился на кухню, запустил стриминг, а наслаждаешься игровым процессом вообще без обломов. Для меня это дополнительно круто, потому что в FIFA 17 я буду играть на Xbox One, ибо там легенды. Стримить можно любые игры с Xbox One на любой компьютер, главное, чтобы на нем стояла Windows 10, и это настолько круто реально организовано, что в плане геймплея вы вообще ничего не теряете. И даже обратная совместимость Xbox 360 с Xbox One мне крайне зашла, потому что великий Red Dead Redemption, когда я в него играл, я не знал английского, и теперь смогу его с удовольствием перепройти. Геймпад от Xbox One легко подключается к компьютеру, все драйверы ставятся автоматически, в этом смысле plug-and-play, и компьютер в каком-то смысле превращается в консолечку. Кстати, игровой компьютер, о котором я говорил в начале, в моем случае сейчас это Acer Predator G6. Вроде ничего особенного, обычная печка, а нет, здесь все по уму, и охлаждение, и турбо-буст, и горячая замена SSD, и даже полочка под наушники. Самое время поговорить о безопасности. И последнее Windows, защищенное Windows, вообще это золотое правило для всех операционных систем, тем более в наше время. Понятное дело, что исправляют много каких-то неточностей, глюков, багов, но еще и, конечно же, закрывают дыры, в том числе и безопасности. Типа дыры, через которые злые хакеры могут получить доступ к нашим с вами данным, хотя, будем честны, кому мы с вами нужны. Тут стоит отметить важный момент, Windows 10 позволяет пользователям самим выбирать, как будет использоваться их информация, чтобы они получили, ну, максимально персонализированные сервисы. Это сейчас работает у всех так, и у Microsoft, и у Apple, и у Google. В новый OS предлагается несколько вариантов настройки управления данными пользователя, и сам пользователь может регулировать их в любое время. Типа, местоположение оставлю себе, а вот эти данные, пожалуйста, обрабатывайте и делайте мою жизнь лучше. Huawei MateBook, я более чем оценил эту штуку еще в марте на презентации в Барселоне. Apple в последней рекламе рассказывает нам о том, что iPad Pro на 12,9 дюйма более чем компьютер. Вообще ни разу. Вот эта штука, настоящий компьютер, это и планшет, и возможность печатать текст, и это действительно компьютер, на котором можно делать вообще все. Но iPad это отличный аппарат, вот просто крутой. Я уже говорил, что один из моих самых любимых за последнее время от Apple, но вообще ни разу не компьютер. В Aniversary Update есть замечательная новая фишка Hello, зацените, как я просто логинюсь с пальца. Это еще и гросплатформенная фишка, работать, например, и на последних Lumia, и последние камеры ваших ноутбуков или планшетов могут поддерживать определение сетчатки глаза. Также это будет работать в Edge, во многих приложениях. Сейчас уже есть, например, в Dropbox, и список будет расширяться. В Windows 10 Aniversary Update стала более стилус-френдли. Например, есть вот такие замечательные заметки, в которых могут создаваться автоматические списки и распознаются номера. В общем, это действительно полноценный помощник, нежели просто развлечение. С стилусом вообще удобно пользоваться, потому что система под него заточена, но сейчас мы находимся в десктоп-режиме, но я могу перейти в планшетный буквально одним нажатием, либо настроить это как автоматический переход. Вообще, фишечки для стилуса имеют общее название Windows Ink, запускаются с рабочего стола, и всё это крайне просто, понятно, удобно, для того, чтобы если вас вдруг вот прямо сейчас настигла какая-нибудь мысль, вдохновение, вы могли быстро накидать скетч или записать свою действительно полезную мысль. А ещё на стилусе есть кнопочка специальная, с помощью которой можно всё стирать, вот вроде мелочь, а в работе очень помогает. Настолько заморочились, что даже линейку завезли, и с ней становится вообще хорошо. А вот это вообще теперь моё самое любимое, есть возможность быстро создать скриншот и сразу накидать какую-нибудь замечку, что-нибудь нарисовать, в принципе, это можно сделать на iPad, но там это настолько колхозно организовано, что даже пользоваться не хочется. Ну и, конечно, можно сразу отправить по почте или расшарить, я надеюсь, намеку сейчас поняли, подписывайтесь. Браузер Edge, который, на удивление, хороший, и сколько раз я уже за сегодня похвалил Microsoft, ну потому что что хорошо, то хорошо. И вот он оптимизирован по энергопотреблению, в нём теперь появились расширения, например, полезный Adblock. Список полезных и не очень расширений, конечно, со временем будет пополняться. Меня, кстати, удивило, что для Windows Ink в Store уже достаточно много приложений, здесь и заметочку написать, и скетч нарисовать, есть ещё что выбрать. А в стилусе MateBook есть лазерная указка. Ну, чтобы вы знали. MateBook это вообще тот случай, когда Huawei сделали хорошо, зацените какой аккуратный блок питания, какой замечательный кабель, ещё есть док-станция, с помощью которой можно подключить вообще всё. Молодцы. Чё-то я всех люблю и хвалю в этом ролике, ну потому что я записываю его на позитиве, и продукты взял хорошие, чё их ругать зазря, согласитесь. Хотя нет, давайте докопаемся до Windows 10 вот в каком аспекте. До сих пор непонятная ситуация с экранами со сверхвысоким разрешением, маленькие окошки, вроде и масштабирование выставил, и всё хорошо, а хрен там. Ну, неудобно, и непонятно, как заставить разработчиков это делать. Видимо, это надо Microsoft что-то изобрести, и надеюсь, в следующих апдейтах это всё-таки допилят. А вот экшн-центром стало проще пользоваться, его удобнее настроить. И в этом смысле вот эта красная нить, что тут там, тут тут доделали, она прослеживается, но хочется, чтобы было вот прямо до конца. HP Spectre 13,3 дюйма, 1,4 килограмма. Ну, типа ничего особенного. Core i7, и при этом это вот такая вот сложная приблуда, которая превращается во что захотите. Хочешь работать вот таким образом, потому что заварил себе дошираку, и смотришь YouTube, и не хочется, чтобы слюни и прочие радости падали на клавиатуру. Вот в таком режиме эта штучка работает, здесь ещё и тачскрин. Вот так вот обратно собрал, и это полноценный ноутбук. В этом есть определённый кайф, это действительно упрощает твоё взаимодействие с машиной. Как тебе нравится, так её и ставь. Это же, это же вообще просто фантастика, серьёзно. Просто красавцы, я прям, прям оценил. Хочешь планшет? На планшет. Ещё стоит отметить виртуальные рабочие столы. Эта фишка давно есть в OS X, или теперь в macOS, я её особо не пользуюсь. Но на Windows, с учётом архитектуры системы, это реально удобно. Вот здесь реально классно, когда ты можешь организовать себе зоны. Тут я работаю, тут я отдыхаю, тут я кино смотрю. Ещё в инверсаре апдейт допилили пуск. Вообще он в своём вот этом вот первозданном практическом виде вернулся в Windows 10, и многие это воспринимали с позитивом по понятным причинам. Но сейчас его ещё чуть-чуть допилили, и пользоваться им ещё чуть-чуть удобнее. У каждой системы есть плюсы и минусы, и огромное преимущество Windows, даже не преимущество, а суть системы, за что её выбирают люди, это свобода. Потому что хочешь маленький, многофункциональный 3 в 1, пожалуйста, на Huawei MateBook. Хочешь игровой монстр 17 дюймов с матовым экраном на HP Omen. И в этом смысле Windows нравится людям, потому что она даёт возможность кастомизировать своё устройство как угодно, подогнать его под свои задачи как нравится. И в этом смысле Apple, конечно, даже не может близко тягаться. И мне, честно говоря, иногда подобных вещей не хватает. Я всё-таки, несмотря на то, что большой приверженец идеологии, что компания лучше знает, как там всё должно быть, хочу вот всё-таки возможность воткнуть там две карты SLA или ещё что-то в этом роде. Это были все фишки anniversary update для Windows 10. Их, конечно же, намного больше. Если я что-то интересное забыл, пропустил, пишите в комментариях. Ну и я так скажу, спустя год, хорошее Windows 10 стало лучше. Если у вас были какие-то опасения по обновлению, либо использованию этой системы, то зря, потому что всё действительно очень круто. Вообще странно, что я говорю такое про Windows, но когда молодцы, тогда молодцы. Вообще нравится, как управляет компанией Sati Nadella. Прямо ощущается. У меня сейчас есть возможность HoloLens посмотреть, и я, наверное, в ближайшем будущем это обязательно сделаю. Даже не просто посмотреть, я-то его видел, а снять и рассказать вам. Так что впереди нас ждёт много всего интересного. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой твиттер, инстаграм, ставьте лайки, если это видео было интересным и полезным. Пока!